так привет друзья этот эфир первую после долгого-долгого перерыва поэтому мне надо немножко войти в колею надеюсь у нас все получится так я сейчас сто лет конечно тут можно по идее где-то тему закрепить я сейчас попробую это сделать пока вообще не вижу где где можно нет не буду трогать могу сделать только хуже значит напомню что формальная тема эфира у нас сегодня сочетаемость продуктов на сыроедение но при желании вы можете задавать любые вопросы по рационам нашем ресторане полной школе которую мы планируем открытие недавно анонсировали и по моему личному опыту сыроедения которому уже более трех лет давайте немножко еще подождем пока товарищи присоединятся и будем начинать вы можете пока написать свои вопросы а я по мере возможности буду их читать и отвечать так поэтому потихоньку начнем да а вы пока зрите на вопросы так у меня шпаргалка потому что я могу сбиваться смысле и уходить глубоко в дебри и так сочетаемость продуктов на сыроедение на самом деле кажется что так прошу прощения тоже нервная начинаю хрипеть сразу значит что сложного сочетаемости продуктов на сыроедение казалось бы берешь табличку какую-нибудь из интернета и спокойно сочетаешь все что как положено для меня этот вопрос стал больше философским потому что когда задумываешься для чего нам правильно сочетать продукты ответ какой для того чтобы было как можно больше пользы что такое польза где границы этой пользы максимальная польза идеальная польза лично для меня идеального питания не существует сыроедение это некий компромисс на которые существенно лучше традиционного питания но до идеала далеко почему во первых наша планета уже далеко не так какой была ранее она загрязнена даже когда говорят про экологически чистые места все равно существует круговорот воды до на планете и если где-то используются химикаты то рано или поздно они попадут даже в самые отдаленные уголки до концентрации там будет естественно меньше но идеала в этом плане не существует то же самое касается воздуха безусловно каких-то горных районах лесных районах алтай там не знаю еще где-то там безусловно с этим намного лучше но все равно не идеал далее естественно лучше питаться тем что выращена самой природой там лесу ягодки травинки что-нибудь еще вот ну либо выращена на своем саду огороде значит так жить могут не все соответственно многие не готовы менять образ жизни радикально но собственно мы живем сейчас москве в центре мегаполиса загазованного загрязненного фрукты овощи на полках супермаркета тоже качество оставлять желать лучшего но тем не менее живем питаемся потому что лично наша семья не готова все бросать уезжать в какую-нибудь деревню далеко-далеко где чистый воздух заниматься хозяйством и но всю жизнь положить на то что выращивать себе экологически чистые овощи и фрукты поэтому я для себя вывела правила что есть для меня польза польза это я делаю для себя настолько полезно насколько не позволяет моя психика потому что есть физика из психика вы можете изо всех сил заботиться о своем физическом состоянии но если при этом ваша психика будет страдать то неизвестно что лучше для вашего организма например в начале сыроедения я задалась целью очень рьяно следить за всеми правилами смешения продуктов и очень строго следила за первым самым главным правилом не смешивать жиры и сладкое то есть там орехи с медом более того даже рекомендовалось не смешивать допустим вот вы съели овощной салат там с масляной заправкой с орехами то фрукты даже без меда есть через час-два после еды я это правило честно соблюдала около месяца получила нервный срыв потому что я не могу после еды не есть сладкое поэтому это правило прав плавно ушло из моей жизни далее мне очень хотелось соблюдать правила минимально мешать продукты минимальное количество продуктов один прием пищи минимальных обрабатывать лучше всего есть прям целые плоды я честно несколько месяцев пыталась к этому идти где-то даже месяц наверное у меня получалось потом я заработала грандиозный срыв на традиционную еду потому что ну нельзя отнять у психики что-то и не дать ничего взамен а когда ты переходишь на средний у тебя так куча всего интересного происходит жизни сложного а ты еще забрал сладкую конфету вот и психика в общем как реца крыша начинает ехать капитально поэтому для меня для меня я знаю всю теорию поверьте мне я уже имею более трех лет практики питания сыроедения и моё личное мнение не перегибайте палку в следовании этим правилам они безусловно имеют под собой ну физиологическое обоснование они основываются на биохимию нашего тела безусловно и естественно лучше поесть там допустим в один прием пищи несколько помидоров и больше ничего не есть а следующий прием пищи там сесть там четыре груши это будет великолепно и вы чувствовать себя физиологически будете великолепные перевариваться у вас будет все замечательно и усваивается будет по высшему разряду но если психика при этом страдает но вот поверьте ничего хорошего из этого в долгосрочной перспективе не получится собственно именно так и возник наш ресторан в помощь тем кто начал свой переход от традиционной пищи к сыроедению и ему еще надо адаптироваться и ему нужное время на то чтобы договориться с психикой там смотри я забрал у тебя пиццу там не знаю из дуду пиццы да но я тебе предлагаю взамен вот такую сарееческую пиццу посмотри какая она симпатичная и вкусная и ароматная и вот тебе еще там сарееческий десертик после этого психика такая ага ну да то забрали но это вроде тоже ничего прикольно давай попробуем если вы такие пиццу забрали до мороженое там забрали традиционной такие на тебе тазик салата посмотри как это вкусно как это супер классно психика такая на тебя смотрит и говорит чувак ну как бы замена неравнозначная оговорюсь в природе существуют люди которые к пище относятся более здорово чем я у них нет зависимости у них нет рпп и они этот переход осуществляют совершенно свободно и для них этой проблемы не существует соответственно для них все мои вот эти разговоры не актуальны давайте видите я опять меня понесло значит скажу так что я в итоге пришла к питанию как-то называется блюдоманство на как это обзывают противники таких смешиваний значит я ем сложно приготовленные традиционные сыроедческие блюда вот это помогает мне не срываться на традиционную еду это мне помогает психику держать в более-менее таком стабильном состоянии это позволяет мне потихонечку говорит психику на следующие шаги это позволяет мне практически не переедать вот что когда я ела там одни салаты или следовало этим всем правилам я жутко передала ходила как тощий колобок как беременный таракан вот в планах какие какие правила я хочу научиться соблюдать безусловно я хочу отделять жиры и сладкое безусловно я хочу сладкое любом виде даже фрукты есть в отдельный прием пищи я чувствую что мне так лучше действительно лучше усваивается лучше переваривается безусловно я хочу отказаться полностью от десертов сыроедческих любом виде вот то есть предел для меня это там мед с лимоном тоже классная штука кстати вот я хочу прийти к блюдам с минимальной готовкой лучших плодам у меня такой период был и чисто физиологически мне безумно нравилось вот пожалуй все все остальное там моноедение фрукта я не загадываю для меня пока это слишком недостижимо и слишком сложно вот поэтому наверное наверное я по этому вопросу больше ничего говорить не буду вот вы можете задавать свои вопросы сейчас пока посмотрю что у меня тут написано добрый вечер добрый вечер так антон пишет морская шарма топ до соглашусь так десерты нет оставьте пожалуйста нет антон но у вас я здесь лишать не буду в меню рационов они безусловно останутся я сейчас говорил исключительно своих личных планов поэтому не переживайте значит давайте тогда я перейду к следующей части а так вопросик появился от вареной пищи резко отказались нет не резко значит подказ происходил в течение полугода я в один день отказалась от мяса оставив молочку и сыр и в том числе и в течение полугода я отказывалась от молочки сыров сыр последнюю очередь ушел было тяжело очень вот на это есть причины думаю многих знают и потом у меня осталось в рационе только на обед отварная гречка и в какой-то момент я поняла что в принципе могу и замениться реческими хлебцами и я это сделала в отпуске решила потестить 10 дней отпуска но потом не стала возвращаться так ира как вы перенесли ковид если болели конечно просто интересно насколько сыроедение помогает укрепить иммунитет может немного не по теме нет почему это по теме потому что одна из тем сегодня мой личный опыт сыроедения это кстати очень классный вопрос значит в конце сентября я заболела чем-то я не знаю что это было потому что анализы я не сдавала значит болезнь протекала так это была температура 39 и 7 в течение 9 дней но понятно плюс-минус такого моей жизни не было никогда такой длительной температуры долгое время при этом кашля почти не было сатурация была 99 процентов приезжали приезжал врач знакомые выслушивали мне легкие легкие абсолютно чистые не хрипов не скрипов ничего и в принципе никаких симптомов ковида они не нашли и никаких анализов мне не назначали я не пила никакие препараты вот температура не сбивала ничего не ела потому что не хотелось и в какой-то момент организм такой ну окей хорошо поболели перестали температура упала я достаточно быстро восстановилась дня за три ну в общем то все сероедине безусловно помогает укрепить иммунитет но заболела я у меня же был достаточно затяжной срыв и кстати эта болезнь помогла из него выскочить то есть до болезни я у меня были срывы но условно раз в неделю на традиционную еду после вот этой болезни я перешла опять полностью на средине и но тьфу-тьфу больше не болела но и до этого как бы никаких болезней не было так что вот надеюсь ответила на этот вопрос это кстати но болезнь была очень показательно это первая болезнь именно на сыроедение было потому что до этого три года я болела очень легко это были простуды и ну там один-два дня максимум а тут именно вот так вот очень долго но что поразило я впервые слышала свой организм и он совершенно четко диктовал что делать то есть лежи терпи не пей лекарства типа мне надо побороться не ешь или а сейчас ешь апельсин а сейчас выпей там чай с малиной с медом это было конечно и странно и забавно одновременно и вот в последний день когда температура была такая же высокая но я совершенно четко понимала что все на завтра температуры уже не будет то есть перестала ломить кости и было просто вот я лежу ослабевшая и все и действительно на следующее утро температура упала и больше не поднималась ну вот вот такой ответ так теперь перехожу пока к вопросам которые вы мне в директ написали вопрос нашего юмориста антона можно ли съесть пару ножек к и все потом заесть сориетическим блюдо на самом деле я сначала хотела отшутиться она поняла что по большому счету вопрос очень глубокие как ни странно потому что вот эта формулировка можно ли но мы все понимаем что можно можно все можно кушать только ножки и не заедая их ничем сыроедным можно помереть 40 лет от того что там тромб оторвется или холестерин повысится или там еще что то вот можно не помереть можно не бояться помереть можно принять осознанное решение что я хочу жить сколько мне отведено но не хочу себя ущемлять там во вкусных блюдах кстати абсолютно классный вариант но повторюсь когда он сделан осознанно что касается именно совместимости да то как ни странно допустим если человек ест исключительно ножки к и все а потом вдруг решает добавить к ним тазик салата на самом деле это очень крутое решение потому что это существенно ну короче это принесет ему пользу несомненно поэтому если выбирать между ножками к и все и ножками плюс тазик салата то безусловно это тоже классное решение вот так а гомеопатия не дружит с сыроедением а на мой взгляд гомеопатия абсолютно спокойно дружит с сыроедением более того до сыроедения более 12 лет наблюдалась у гомеопата не ходила к традиционному врачам и первый год сыроедения совмещала с гомеопатией потом потребность в гомеопатическом лечении ушла то есть я лечила гормональный сбой цикл вот он восстановился на сыроедении и необходимость гомеопатии отпала но в моем понимании как действует гомеопатия она ничем не противоречит сыроедению так ферментированный продукт употребляете да я употребляю ферментированные продукты значит что касается квашеных овощей ферментированных у меня к ним любовь то просыпается то угасает то есть организм сам диктует очень долгое время уже не знаю наверно с полгода я фанатею от миндального йогурта с веганской закваской и ем ферментированный кешью но конечно от этого хочу уйти потому что ну кешью не так классно воспринимается организмом как миндаль что еще из ферментированного наверно все до ферментированный кешью ферментированные овощи ну вот миндаль ферментированный так хорошо да антон подтверждает что вопрос его был очень глубок соглашусь далее был вопрос является ли сухое молоко с ареическим продуктом то что мне известно про кокосовое сухое молоко его изготавливают методом нагревания сильного подозреваю что более 100 градусов я честно не помню я изучал этот вопрос потому что мне безумно хотелось ввести в наше меню что-то с молочным шоколадом с белым шоколадом плюс для декорирования это очень удобно когда тебя контрастные цвета шоколада но то что я нарыла с помощью одной из моих подписчиц мне не понравилось то есть там идут очень высокие температуры и кокосовое молоко сухое нельзя даже назвать условно с ареическим продуктом то есть условно с ареическими я называю продукты которые изготавливались при хотя бы при 70 градусах тогда но хоть что-то полезное там остается все-таки она сохраняет большинство своих свойств и ну в малых количествах я себе допускаю это употребляет опять же для психики исключительно для психики именно поэтому сухое кокосовое молоко мы не стали вводить в меню ну использовать при приготовлении блюд для меню ресторана так людмила можно ли йогурт на доставку но как я вам могу отказать людмила я завтра вам передам вот у меня есть еще я себе сделала и вам тогда передам так в кокосовом сухом молоке добавки полностью соглашусь во всем сыпучим практически во всем сыпучим что продается готовое есть какие-то антислеживающие штуки антиокислительные поэтому все что можно мы делаем сами вот а если не можем то не используем да полностью согласна вот на здоровье так и был вопрос про онлайн-школу хочется узнать поподробнее ой значит подробнее на самом деле у меня был уже опыт создания онлайн-школы кондитерского искусства и в той школе мы пошли от того что умела я то есть я была профессионалом высокого уровня по декорированию мастичных тортов плюс у меня были авторские разработки и по рецептам и по технологиям и я сняла несколько курсов очень подробных очень дотошных как я люблю с кучей деталей вот для тех кому это зашло школа имела успех получалось у девяносто девяти процентов учеников есть альбом с работами я до сих пор их пересматриваю до сих пор получают них отзывы вот они очень многие стартнули в такие классные проекты все но что было но это было шло от меня мои хотелки а сейчас хочется пойти совсем по пути и дать вам то что хочется именно вам что вам сейчас актуально чего не хватает что реально надо сегодня как раз или вчера вчера мы запустили опрос чтобы вы хотели увидеть в первых курсах онлайн-школы я вам скажу честно меня очень удивил результат этого опроса это было совершенно идет в разрез с тем как я себе представляла это очень круто значит но его не зря сделали значит первый курс мы будем основываться на ваших пожеланиях вот значит тему первого курса я пока не готова озвучить мы продолжаем собирать обратную связь вот могу точно сказать что уроки будут разбиты на курсы до тематические обязательно да значит как будет материал подаваться это будут видео уроки к ним будет открываться доступ каждый последующий урок будет открываться только после выполнения домашнего задания это мои вот такое как это сказать категорическое правило потому что без него ничего работать не будет это уже проверено значит будет точно несколько форматов самостоятельное изучение изучение с куратором и возможно будет индивидуальное сопровождение если в этом будет у кого-то потребность наверно в общих чертах по школе все но на самом деле абсолютно открытые к вашим предложениям и пожеланиям потому что реально хочется сделать проект который закроет максимальное количество ваших хотелок потребностей и так далее так давайте посмотрю не пропустила ли я чего-нибудь тогда традиционная да дает воспаление но это сто процентов так потому что я это чувствую на себе у меня серьезные проблемы суставами и стоит съесть какую-нибудь традиционную еду они моментально воспаляются моментально начинаются сопли моментально начинает болеть голова и так далее поэтому тут даже двух мнений быть не может так про вареную пищу сказала это сказала про фермент сказала господи не забыть бы про йогурт для людмилы так хорошо значит вопросов от вас больше не вижу у меня они тоже закончились темы для разговора разговора тоже единственное хотела вам такую штуку сказать мы скоро готовим премиальную программу для наших рационщиков вот и там помимо всяких плюшек и ништяков ништяков таких как там кэшбэки бесплатная доставка стритфуда там возможность варьировать блюдо возможность замораживать ну как сказать стоим можно куда-то уехать да а потом приехать и продолжить вот такую заморозку введем можно будет более точно указывать там время доставки так далее дегустация новинок бесплатно в общем там мы сейчас плотно этим занялись и в том числе там будет закрытый чат в телеграм куда мы хотим в дальнейшем значит мы хотим проводить еженедельно прямые эфиры в этом закрытом чате можно будет задавать вопросы по теме эфира потому что не сразу успеваешь сообразить что хотел спросить у спикера в дальнейшем есть планы приглашать на прямые эфиры специалистов всяких разных интересных например натуропатов да вот и потом в закрытом чате можно будет этому специалисту задавать тоже в течение суток там или какого-то времени определенного свои вопросы значит пока мы предлагаем всем желающим кто сегодня присутствовал на эфире попасть в этот закрытый чат бесплатно кому это интересно и актуально пишите в директ я вышлю приглашение в чат так вопросик расскажите сейчас после трех лет сколько приемов пищи значит я могу ответить но на меня совершенно нельзя в этом плане ориентироваться потому что я человек с очень застарелом рпп это расстройство пищевого поведения у меня за плечами 18 лет жестких диет то есть я себе окончательно сбила психику этим этими штуками поэтому у меня все очень плавающе но в среднем сейчас у меня три приема пищи и я чувствую что это много то есть если бы я ела исключительно по требованию своего организма это было бы либо два легких приема пищи либо один плотно в середине дня ну наверно наверно так так давайте есть еще вопросы на здоровье если вопросов нет то будем закругляться также вы можете писать в директ темы для следующих эфиров мне в принципе всегда есть что рассказать но хочется чтобы эти эфиры были максимально интересны вам так смотрю ну что будем прощаться я думаю для первого раза хватит я уже мне уже трясутся коленки от перенапряжения поэтому все договорились нас на сегодня закругляемся значит кто захочет позадавать вопросы добро пожаловать в чат приглашение а вышлю в директ большое спасибо всем кто пришел была очень рада видеть вас читать ваши вопросы отвечать на них тогда до новых встреч спасибо за поддержку все счастливо всем пока в комментариях пока пока 先 пока 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 Продолжение следует...